Привет, YouTube! У нас детская творческая мастерская, потому мы привыкли, что периодически что-то происходит, то краску разолью, то еще что-нибудь. Но! Тут у нас произошло такое дело, рассыпался наш пус, и весь пенопласт вот так вот мелким слоем по полу, в анаплинтусе, просто везде. Вы когда-нибудь пробовали собирать пенопластовые шарики? Это жесть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пенопластовые шарики, они походу намагничиваются, и их даже нереально собрать в собок. Вот я пытаюсь собрать, а они просто отстреливают, и это просто какая-то катастрофа. Даже если вы чуть-чуть насобирали в собочек, и вы пытаетесь донести, они начинают между собой распадаться, отстреливать, и прилипать на пальцы. А-а-а! Магнитное поле. Интересно, сколько часов я буду это убирать? И это делать. Конечно же, помог бы пылесос, но у нас в студии его нету. Есть только венчик, но тоже думаю, что получится вот такой вот беспрепел. С другой стороны, тогда еще можно так поиграться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вроде бы как проблему мы локализировали, все теперь венопластные шарики в этом чехле. Кстати, могу сказать, это чехол для кресла-мешка безкаркасного. Они продаются в магазинах, конечно же, потому что не покупать, они можно для цели в раме. Поэтому мы пошили чехол внутренний и внешний. Два в одном. Теперь мы сейчас помещаем один в другой. Да, вот я вот здесь. В верхней части нижняя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, есть еще немножко шарики. Но мы через пару лет избавимся окончательного. Так, одеваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас внешний чехол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»